Не проходит и неделя без новостей об очередных успехах искусственного интеллекта. Он обыгрывает ведущих игроков покер, ищет работников для компании Headhunter и диагностирует рак кожи лучше людей. Искусственные нейронные сети появились на слуху совсем недавно, а уже применяются чуть ли не везде. При распознавании текстов и создании контекстной рекламы в интернете, в машинном переводе, игре на бирже и системах видеонаблюдения. Как они устроены и что будет дальше? Наш мозг не способен быстро совершать большие объемы математических операций. Даже простейшие машины, например калькулятор, два счета опережают человека. Но зато в отличие от компьютера, мы можем быстро подстраиваться под новые условия. Люди, например, легко распознают речь собеседника, даже если находятся в шумном помещении. А если на лицо известного актера надеть маску с усами, фанаты и даже хейтеры все равно узнают звезду. А вот компьютеру такие штуки даются очень сложно. Наше мышление – результат работы сети нейронов в мозге. Нейроны передают друг другу химические сигналы при помощи электрических импульсов. Из такой коллективной активности рождаются наши ощущения и мысли. Отдельные нейроны и сеть их взаимодействий, смоделированные на компьютере, называются искусственной нейронной сетью. Впервые математическая модель искусственного нейрона была предложена еще в 1943 году, но возможность активно применять их появилась только в 2000-х. Работает такая сеть следующим образом. На входы нейрона поступают сигналы, которые суммируются. При этом учитывается вес, то есть значимость каждого входа. Далее выходные сигналы одних нейронов поступают на входы других. Вес каждой такой связи может быть положительным или отрицательным. Связи с положительным весом называются возбуждающими, а с отрицательным – тормозящими. Эти связи определяют вычисление нейронной сети, а значит ее память и поведение. Принцип примерно тот же, что и в нашем собственном процессоре. В 60-х годах прошлого века было показано, что такие нейросетевые модели обладают свойствами, схожими с мозгом. Они могут распознавать образы или, как говорят в математике, решать задачи классификации. Но для этого нейронную сеть нужно обучить. Например, мы хотим, чтобы из всего массива объектов в интернете нейросеть распознавала картинки с котиками. Значит, показываем ей изображение котика, другими словами, подаем на вход информацию. После вычисления значений на выходах всех нейронов, сеть выдает правильный или неправильный ответ. Если сеть ошиблась, так называемый алгоритм обратного распространения ошибки вычисляет вклад каждой связи между нейронами в итоговую ошибку и потом по отдельности корректирует их значимость. Затем изображение снова показывают нейросети. Снова и снова, пока она не начнет безошибочно определять на картинке кота. То есть сеть, как и человек, обучается за счет повторения материала. Правда, трехлетний ребенок гораздо более смышлен, чем это высокотехнологичное устройство. Для того, чтобы обучить сеть, ей необходимо предъявить несколько сотен тысяч изображений с котами и без. В начале обучения параметры каждого элемента сети, их веса, задаются произвольным образом. Из-за этого сеть совершает ошибки. Чтобы правильно обучить сеть и минимизировать неточности, нужно при помощи специальных алгоритмов подобрать такие значения весов, чтобы сеть работала должным образом. Итак, чтобы обучить сеть, мы из существующей выборки отбираем пример, показываем его сети, получаем ответ и анализируем ошибку. Если ошибка незначительна, мы считаем сеть обученной. Если ошибка является неприемлемой, мы подстраиваем веса и повторяем цикл обучения. Снова демонстрируя сети, некоторый пример из обучающей выборки. Чтобы обучать искусственные нейросети, программисты придумали множество сложных архитектур нейросетей. Самые перспективные из них определяются понятием Deep Learning. Это так называемое глубокое обучение многослойных нейронных сетей. Однако, несмотря на самое глубокое обучение, сказать, что такой искусственный интеллект действительно мыслит и принимает решения, все-таки нельзя. А значит, не стоит опасаться того, что однажды роботы решат поработить или уничтожить человечество. Но уже сейчас понятно, что в будущем нейронные сети сослужат нам хорошую службу. Они помогут в медицине и безопасности, автоматизируют множество различных процессов и заменят целую армию менеджеров-консультантов. Помогут купить билет на самолет или получить юридическую консультацию. Так что, если вы размышляете, на кого пойти учиться, лучше уже сейчас задуматься о программировании. Сможете обучить нейросеть чему-нибудь эдакому и изменить мир? Есть вопрос? Вступай в группу научпока ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами. Продолжение следует...